Указания по подготовке системы индивидуальной защиты для детей и младенцев, предназначенной для применения в чрезвычайных ситуациях. Система индивидуальной защиты МАМТАК – это защитный комплект, предназначенный для младенцев и детей до 8 лет. Важно собрать его уже сейчас, чтобы он был готов для использования в случае необходимости. Откройте комплект и достаньте все детали. В комплект входит противогаз, система для кормления, закрытый фильтр, блок безопасности дыхания, пояс с устройством для переноски мехов и инструкция. Возьмите фильтр и снимите защитную пробку, дернув ее за язычок. Теперь снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки. Выбросьте пробку и крышку. Внимание! Снятие пробки и крышки необходимо для обеспечения работы фильтра. Запрещается закрывать уже открытый фильтр. Возьмите зеленый блок безопасности дыхания и присоедините его к отверстию фильтра посредством нажатия. Пока не услышите щелчок, прикрутите фильтр к отверстию с резьбой, находящемуся в передней части мехов. Убедитесь, что фильтр вкручен плотно. Для проверки исправности мехов снимите предохранитель, блокирующий кнопку выключения, потянув его к себе. После окончания проверки верните предохранитель в исходное положение. Запустите меха, нажав на красную кнопку пуска. Кнопка находится рядом с фильтром. Перед вами несколько признаков исправной работы мехов. Приближайте руку к желтому отверстию с резьбой, пока не почувствуете легкий ветерок. Убедитесь, что красная контрольная лампочка горит. Убедитесь, что слышно слабое жужжание. Возьмите меха в руки и почувствуйте их вибрацию. По завершении проверки выключите меха. Кнопка выключателя находится с тыльной стороны мехов. Возьмите противогаз. Привинтите трубку подачи воздуха к выступающему винтовому отверстию на мехах и тщательно затяните ее. После проверки верните предохранитель в исходное положение. Данный комплект обеспечивает два варианта питания. Для младенцев питье через соску, для детей питье через трубочку. Следует разобрать все детали системы кормления для санитарной обработки. Возьмите противогаз, откройте крышку системы питания, потянув ее на себя. Вывинтите синий блок наружу. Расстегните молнию. Опустите руку в противогаз и вывинтите блок с соской. Возьмите бутылку, откройте ее, выньте прозрачную трубочку и промойте все детали. Для питья через соску привинтите блок системы питания, а затем привинтите соску на место. Закройте крышку системы питания до момента использования. При питье при помощи соски нет необходимости в прозрачной трубочке в бутылке. Храните ее в комплекте. Теперь мамтак готов для надевания на вашего младенца. Для питья при помощи трубочки привинтите блок системы питания на место и закройте крышку системы питания до момента использования. Кроме того, следует прикрепить прозрачную трубочку к крышке бутылки. Соску следует хранить в комплекте. Теперь мамтак готов для надевания на вашего ребенка. Мамтак надевается только после получения однозначного указания при помощи СМИ. Меха следует включить до надевания мамтака. Запрещается перекрывать фильтр одеждой или иным образом. Положите ребенка. Снимите черный предохранитель с мехов и сохраните его в комплекте. Включите меха, нажав на красную кнопку до надевания противогаза и положите работающий меха рядом с младенцем. Внимание! Запрещается перекрывать отверстие для подачи воздуха в мехах. Растегните молнию на отельной стороне капюшона. Если ребенку нужна соска, откройте кнопку в петле, находящейся в капюшоне мамтака. Просуньте соску и закройте кнопку снова. Для надевания противогаза на голову ребенка убедитесь, что меха работают. Наденьте капюшон мамтака на голову ребенка. Убедитесь, что серый шейный корсет находится в правильном положении. Отрегулируйте капюшон мамтака. Внимание! Правые поля должны быть ниже левых. Возьмите за шнурок на молнии и аккуратно закройте ее. Выровняйте поля капюшона мамтака. На данной стадии младенец уже защищен. Внимание! Запрещается прикрывать блок безопасности дыхания одеждой или иным образом. Следует обеспечить постоянный доступ воздуха. Когда ребенок лежит, меха должны находиться рядом с ним. Устройство для переноски мехов используется в двух случаях. При устойчивой ходьбе ребенка и во время его переноски родителями. Если речь идет о ребенке, который не может стоять устойчиво, то разложите на полу устройство для переноски ребенка на спине, расстегните пряжку и разложите ремешки в стороны. Положите ребенка на это устройство. Его голова должна находиться на серой подушке. Просуньте руки ребенка через ремешки над краями капюшона мамтак. Застегните пряжку и отрегулируйте устройство для переноски под вашего ребенка с помощью желтых крепежных ремешков. Если устройство для переноски недостаточно прочно прилегает к спине ребенка, следует отрегулировать крепежные ремешки в районе бедер, от крылышек устройства к пряжке, а затем зафиксируйте вновь с помощью кончиков желтых ремешков. После регулирования прикрепите меха к устройству для переноски, продев желтую заднюю защелку мехов в отверстие устройства для переноски на спине. Внимание! Запрещается перекрывать блок безопасности дыхания, одежды или иным образом. Следует обеспечить постоянный доступ воздуха. Использование системы для питья. Следует открыть крышку системы питания в газе и привинтить бутылку к отверстию для трубочки. Подвигайте бутылочку в разные стороны и направьте соску к рту младенца. Следует избегать употребления газированных напитков и соков с содержанием фруктов. После еды или питья отвинтите бутылочку. Закройте систему питания крышкой, а бутылку колпачком. Внимание! Запрещается выключать меха до снятия противогаза с головы ребенка. На любом этапе можно воспользоваться инструкцией, находящейся в комплекте. Мамтак надевается только после получения однозначного указания при помощи СМИ. Меха следует включить до надевания мамтака. Запрещается перекрывать фильтр одеждой или иным образом. Следует собрать волосы и максимально отдалить их от глаз. До надевания противогаза снимите предохранитель и включите меха, нажав на красную кнопку. Сохраните предохранитель в комплекте. Убедитесь, что меха работают. Контрольная лампочка горит, слышно тихое жужжание, меха слегка вибрирует. Дайте ребенку подержать работающий меха. Растегните молнию на тыльной стороне капюшона. Наденьте капюшон мамтака на голову ребенка, стоящего лицом к вам. Начните с подбородка. Поверните ребенка и аккуратно закройте молнию при помощи шнурка. Застегивая молнию, слегка отдалите капюшон от головы ребенка, слегка оттянув его. Разместите пелерину капюшона вокруг шеи и плеч ребенка. На данном этапе ребенок уже защищен. Внимание! Запрещается перекрывать блок безопасности дыхания одеждой или иным образом. Следует обеспечить постоянный доступ воздуха. Существуют два варианта ношения мехов. Первый – на бедрах на набедренном поясе. Отрегулируйте набедренный пояс на ребенке. Внимание! Устройство для набедренной переноски мехов должно находиться на правом боку ребенка. Прикрепите меха к набедренному поясу, протянув желтый зажим мехов в отверстие набедренного устройства для переноски. Второй вариант переноски мехов – на спине при помощи наспинного устройства для переноски. Растегните пряжку и освободите ремешки. Поместите устройство для переноски мехов на спине ребенка при помощи шлеек наподобие рюкзака. Убедитесь, что крепежные ремешки находятся над полями капюшона. Застегните пряжки и отрегулируйте положение устройства на спине ребенка, потянув желтые крепежные ремешки за их концы. Следует отрегулировать крепежные ремешки в районе бедер от крылышек устройства к пряжке, а затем зафиксировать вновь с помощью кончиков желтых ремешков. После регулировки присоедините меха к устройству для переноски, протянув желтый задний зажим мехов через отверстие в спинном переносном устройстве. Использование системы питья. Следует открыть крышку системы питания в противогазе и привинтить бутылочку в отверстие для трубочки. Приставьте трубочку к арту ребенка. Следует избегать употребления газированных напитков и соков содержанием фруктов. После питья отвинтите бутылочку. Закройте систему питания крышкой и закройте бутылочку пробкой. Внимание! Запрещается выключать меха до снятия противогаза с головы ребенка. На любом этапе можно воспользоваться инструкцией, находящейся в комплекте. Четкое выполнение указаний спасает жизнь. Строго запрещается использовать шприцы с атропином, находящиеся в комплекте. Использование данного шприца представляет угрозу для жизни. Строгое выполнение указаний спасает жизнь.